Глава 21, 12 стих. Кто ударит человека, так что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руку его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Второзаконие, 1 глава, говорит нам, что это должно делаться ясно, с четким пониманием. Перед судом. Иудаизм и христианство благодаря, основываясь на этом стихе и параллельных стихах, предусматривает казнь за умышленное убийство. Большая часть культуры, если ты... А в большей части культуры, если ты кого-то даже случайно убил, то тебя казнить должны. Но здесь, в Торе говорится, если мы намеренно кого-то убили. В западном мире, в иудаизме, возникает вопрос, если ты убил человека, ты не можешь это вернуть обратно. то за это должно быть абсолютное наказание. Если ты ошибся, если свидетель был обманывал, то ты не можешь вернуться назад. Что же происходит на Западе? Есть две традиции, которые покрывают огромное количество ясных доказательств. В иудаизме доказательства должны быть настолько очевидными, что иудаизм говорит, что смертная казнь, она допустима, то есть она может быть допустима, но никогда не должна применяться, если только есть малейший шанс избежать ее. Я верю, что это неправильно. Я согласен с тем, что доказательства должны быть вины очень четкие, но мы не лучше Бога знаем. И Павел никогда-никогда не противоречит этому. Но он говорит в 11 главе римлянам, что магистратура а, извините меня, он говорит, что Божий служитель не напрасно носит меч. Этот меч не для войны. он говорит о том, что меч носится для того, чтобы для смертной казни убит. Выглядит так, что Новый Завет подтверждает, что гражданское правительство, оно должно наказывать смертью преступников. на Западе людей, убийц и воров садят в тюрьму. Потом мы выпускаем их после того, как они какое-то время проводят в тюрьме. Они снова грабят и убивают. Библия говорит, что такое преступление настолько велико, что такого человека нужно отправить к Богу. Я верю, что это правильно. Есть какие-то мысли еще по этому поводу? Если смертную казнь заменить на пожизненное заключение с вредными работами, например, на урановых рудниках. Сергей says, what if to change the capital penalty for the how to say imprisonment for all life and with like how to say malicious malicious works for example on the uran or nuclear for example mines. Спасибо. Лучше. Это лучший вариант. Лучше, чем выпустить человека убийца и насильник не должны никогда оставаться на свободе. Но в Библии тюрем не было. И это очень важный принцип. Если Библия, она права, то она на Западе и на Востоке права также. Есть два вида наказаний. Первое. Тебя лишают жизни. Второе. Второй вид наказания. Ты должен отработать тем, кому ты нанес ущерб. Ты должен ущерб возместить и сделать это так, чтобы это видело общество. Потому что любой человек, который совершал преступление, ну, не преступление, не заслуживающее высшей меры, он должен быть восстановлен. И это происходит через отрабатывание и возмещение ущерба. Это просто послание, огромное послание судебным системам. А что мы делаем? В тюрьму сажаем. Если человек сделал что-то неправильное, он находится в тюрьме вместе с теми, где все остальные находятся преступники, которые... Может быть, он там никогда не научится поступать правильно, кроме разве что христиан, которые в тюрьме покаялись. Пользы обществу это никакой не приносит. Давайте поговорим о миллионере, который украл миллионы долларов и идет на 25 лет в тюрьму. Кому польза? Никому. То есть этот человек, за него приходится в тюрьме платить за его еду, за его одежду. Возможно, что ему нужно вернуть деньги государству. Но что вместо этого? Вы берете деньги, которые он украл, возвращаете тому, кого украдены, а потом он должен работать и зарабатывать деньги, чтобы помогать людям, которые... Ну, другим людям. Насколько бы было это лучше? Чтобы он вернул деньги в этом библейский смысл. Вы видите, насколько мелкое и примитивное представление о том, что Тора закончилась? Люди не думают. Израиль — это народ. У него есть система закона. Хотели бы вы жить в стране без законов? Но если бы вы думали о законе, когда вы размышляете о законе, вы думаете о том, какая система законодательная должна быть. И большинство законов не связано с личной моралью. Оно ведет нас... Оно обычно руководство гражданских властей. Это второе применение закона Кальвином. Вы это видите? Они должны понять, что еврейские верующие призваны жить другим образом жизни. Мы призваны жить еврейским образом жизни. В этом проблема. Итак, давайте вернемся к исходу. Когда мы разбираемся с вопросом преступлений, за которые положена смертная казнь, смертная казнь, она показывает, насколько Бог серьезно относится к преступлениям. мы можем думать, что не всегда хорошо наказывать смертью. То есть нам необходимо рассматривать это, думать. пуритане, они говорили, мы должны соблюдать закон Моисея точно так, как это написано. И в Новой Англии на протяжении 70 лет пуритане соблюдали полностью закон. То есть по гражданскому закону Моисея они точно поступали и общество было очень хорошим. А потом англиканская церковь, она ограничила эти наказания. Ну, давайте на них посмотрим. Which chapter? Chapter 21 of Exodus. Будьте добры, исход 21 глава, verse 15. 21 глава исхода, 15 стих. Мы здесь некоторые стихи прочитаем, вот 15. Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. почитание отца и матери и властей. В Торе очень об этом много говорится. Физическое нападение на отца или мать это наказывается смертной казнью. Кто украдет человека и продаст его или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Киднап you mean just a well здесь говорится похищение людей. Наказание смертью. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерть. В английском переводе проклинают. Потому что к проклятиям относились очень серьезно. Если мужчина спрашивает и один ссорится и один ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Если вот конфликтная ситуация и кто-то другого серьезно травмирует, в любом случае. и так, это важно. Человек не умер. это означает, что человека убить не намеревались. То есть, такого ударившего не наказывают смертью, но он должен заплатить и заплатить за лечение и платить, обеспечивать этого человека, пока тут полностью не исцелится. Вы видите, здесь есть идея восстановления. Одновременно для человека, который ударил, а, извините, для ударенного и для того, кто ударил. И чрезвычайно важно, важно, что наказание должно соответствовать мере преступления. В древнем мире месть практически ничем не ограничивалась. В торе мы видим, как месть была ограничена. Если кто ударит раба своего или служанку свою палкой и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. То есть это означает, что человека должны предать смерти. Независимо от того, раб ли это, он по-прежнему является человеком и мера преступления оценивается так же. Кто-то может сказать, ну, может, это просто было избиение, а не смерть. мы не знаем, как далеко это заходило. Но если один день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро, имеется в виду его собственность. но это не означает, что это то есть это не означает, что вообще никакого наказания нет. в 26-м и 27-м стихе показан высший уровень правильного обращения с человеком. если Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. А если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. То есть мы видим здесь закон, защищающий рабов. То есть здесь указаны определенные виды травм, конкретные виды травм. За которые раб должен был быть освобожден. Это означает, что он теряет деньги, которые, ну, хозяин теряет деньги, уплаченные за раба. Но вы можете видеть, что раб является личностью. Во многих обществах раб не являлся личностью. Раб являлся только собственностью. А, и единственной причиной, почему, скажем, над рабами, к рабам отношения, там, вынуждены люди были относиться хорошо, только для того, чтобы раб продолжал работать. Но рабы в других культурах не были защищены, потому что там не было понимания, что они созданы по образу Божьему. Значит, с 22 по 25 стих. Когда дерутся люди и удары, Дарят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, То взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, И он должен заплатить ону и при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, Глаз за глаз, Зуб за зуб, Руку за руку, Ногу за ногу, Обожжение за обожжение, Рану за рану, Ушиб за ушиб. Ага, те, кто в движении против абортов Истолковывают слова И не никакого серьезного повреждения, А это означает, что ребенок рождается и остается живым. Но если ребенок умирает, То должно быть наказание смертью. А те, кто не против абортов, Считают, что серьезным повреждением матери А и плата, которую должен суд взыскать, Потому что мать теряет ребенка, Но без серьезного повреждения. И по-прежнему есть штраф, Который взыскивает суд. И здесь идея такая, Что потеря ребенка не является серьезным повреждением. Все понимают суть дискуссии здесь? Насколько ценен нерожденный ребенок? Серьезное повреждение означает, Нерожденный ребенок умирает. Это позиция противников абортов. И за это наказание смерть. А защитники абортов говорят, Вопрос в том, Насколько серьезное повреждение получила мать, А не ребенок. Потому что ребенок, Он меньше повреждений. То есть, об этом очень много пишут. Он говорит, что по всему миру Об этом идет... И те и другие. Он сказал, по всему миру. Ортодоксальные раввины. Они склонны к тому же мнению, Что христиане. Либеральные раввины. Склоняются к мнению Либеральных христиан и неверующих. А неверующий человек Ему все равно, О чем говорит Библия о данном вопросе. Но я думаю, Что позиция противников абортов правильная. Давайте к 28 стиху перейдем. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, То вола побить камнями И мясо его не есть. А хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, И хозяин его был Извещен о сем, Но и не стерег его, А он убил мужчину или женщину, То вола побить камнями И хозяина его предать смерти. Хозяин вола в данном случае Он не намеревался, Чтобы его волк Кого-то забодал. Но он показывает Такую безответственность, Что заслуживает Наказание смертью. Важность этих законов Первое. Они дают личную ответственность Перед законом. В древнем мире Все было На уровне племен. Если ты нанес мне повреждение, Я вырежу всю твою семью. Вы можете видеть это В ближневосточном конфликте. Мусульмане убивают Невинных женщин и детей, Потому что те являются Частью евреев. То есть вопрос уже Не в личной ответственности, И если мой волк Кого-то забодал, Это все равно, Как если бы я убил человека, И суд бы Мне присудил Смертную казнь. Но в Библии Только если человек Проявлял безответственность, То он Отождествлялся С убийством Или преступлением, Которое Совершило его Совершило его животное. Потом еще есть нечто. Потому что Если даже Вот такая безответственность Была И человек Заслужил смерть, Человек, который Выжил Ближайший родственник Может Не требовать Смертной казни, Но требовать Плату. И он может требовать Практически Все, что хочет. Таков здесь закон. В 32 стихе, Тем не менее, Владелец Вала должен Заплатить За смерть Раба, Но не быть Казнен. В 33 стихе Говорится Этот же закон Относится К выкапыванию Ямы. Владелец Ямы Должен Заплатить За Потерю И погибшее Животное Принадлежит Своему Хозяину. То есть Тому, Кто заплатил Извините То есть Труп животного Принадлежит Тому, Кто заплатит Если чей-нибудь Вол забодает До смерти Вала у соседа Его, То Пусть Продадут Живого Вала И разделят Пополам Цену его, А также И убитого Пусть разделят Пополам. А если известно, Что Вол бодлив был И вчера, И третьего дня, Но хозяин Его не стерег Его, То То должен Он заплатить Вала за Вала, А убитый Будет его. I'm sorry. Мы ответственны За то, Чтобы защищать Жизнь человека И защищать Жизнь животных Принадлежащих Нашим соседям. И если мы же Если же мы этого Не делаем, То за это Есть наказание. I'm sorry. То есть есть стандарт, Которому следуют Суды Глаз за глаз, Зуб за зуб, Рука за руку, Нога за ногу, И прочее. То есть, Другими словами, Мера преступления Должна соответствовать Мере преступления Должна соответствовать Мера наказания. И поскольку Тора позволяет Материальное Возмещение, Это не значит, Что вы всегда Буквально должны Физически Наказывать. И если, например, Человек другому Человеку Повредил так руку, Что он ее потерял, То не обязательно Отрубить руку Повредившему, Но он может Заплатить Крупную сумму денег. But possible also To cut off The hand. Also possible To punish that person By cutting off His hand. Это возможно. Обычно было то, Что люди, Имевшие Что дало бы, Что ему Отрубило руку. Ну, предположим, Тот Не вернуло бы Руку потерявшему, Но большой штраф Он Значит, Помог бы Тому человеку. То есть, В иудаизме Обычно Применялась Компенсация Денежная. Это было даже Во времена Ишуа. У меня есть такой вопрос. Я буду говорить В русском, А не интерпретить. Есть такой вопрос. Вот мы видим, Что в Ветхом Завете Были определенные законы, Так? Но мы видим, Что они не всегда Соблюдались, Например, В книгах царств. То есть, Вопрос, Как же это все-таки Работало В иудаизме Почему законы были, Где можно было Наказывать смертью, Например, Проститутку. А на самом деле В Израиле Это продолжало быть Даже во времена, Когда соблюдались законы. Вы помните историю С двумя блудницами И Соломоном, Например. Да, Другая вопрос. The question is, For example, We see That in the Bible There were certain Laws, For example, If there is Someone who Made Fornication, Must be Beated by stones. That's all. Yes, But we see, For example, Adultery. We see In the times Of Solomon, For example, Story with two Prostitutes. So, They Easily Just proclaim That they Are They Gave birth For a child Without husbands And nobody Wants to Punish them. So, My question Why, For example, On the books Books of Kings, For example, We see That if The law Was still Kept The same Time In Israel Still Where people Who had Be punished But didn't. Израиль Was not Always Fateful To the law. Израиль Не всегда Был верен Закону, То есть Соблюдал Его. И это Была Большой Проблемой. Но мы Можем Видеть, Что Дальше Увидим, Что Блуд Он Не наказывался Смертью. Мы Можем Увидеть, Что Законы Торы Они Были Ниже Новозаветных. То есть Проституция Явно Определяется Как Что-то Неправильное. И вы Могли Это Становить. Но В Торе Не требовалось Смерти Для этого. И В Отношении Прелюбодеяния Тоже Там Несколько Иначе Это Было. Потому Что Полигамия Прелюбодеяние Относилось К тому, Что Чью-то Жену То есть Что Ты С Чьей-то Женой Вступал В Связь А Не С Кем-то Доступным. И Мы Увидим Это В Следующей Главе. Спасибо. Мы Через Несколько Минут К этому Перейдем. 22 Вторая Глава. Если Кто Украдет Вала Или Овцу И Заколит Или Продаст То Пять Валов Заплатит За Вала И Четыре Овцы За Овцу. Здесь Чем Серьезнее Потеря Тем Больше Компенсация. Почему Пять Валов За Вала А За Овцу Всего Лишь Четыре Овцы. Талмудисты Пожалуйста Вперед. Вол По Ему Мнению Он Ходил По Кругу. То есть Там Было Такое Приспособление Что Он Мог Молотить Пшеницу Или Делать Другую Работу. То есть Вор Должен Был Восполнить Больше. То есть Восполнение Или А Штраф Это Было Восполнение Но Вместо Тюрьмы Он Говорит Что Да В любом Случае Что Вол Он Более Ценен Послушайте Если Кто Застанет Вора Подкапывающего И ударит Его Так Что Он Умрет То Кровь Не Вменится Ему Но Если Взошло Над Ним Солнце То Вменится Ему Кровь Что Это Значит Ночью Когда Ты Не Видишь И Твоя Жизнь В Опасности Если Если Ты Убил Вора Ночью Ты Не Виноват Потому Что Ты Хотел Защитить Свою Жизнь Но Если Это При Солнце Ты Должен Постараться Защитить Жизнь Вора У Тебя Нет Права Убивать Вора Если Ты Убил Вора То Ты Виноват Высокий Уровень Защиты Ты Можешь Убить Вора Только Если Это Необходимо Для Того Чтобы Защитить Твою Жизнь Ты Не Можешь Убивать Вора Чтобы Защитить Своё Имущество Не Удивительно Ли Это То Есть Довольно Высокий Уровень Что Жизнь Вора Она Является Ценностью Которая Должна Быть Защищена Если Украденное Найдется У него В руках Живым Вол Ли Это Или Осел Или Овца Пусть Заплатит Вдвое Если Вы Видите Что Если Нужно Вернуть Настоящее Животное То Вдвойне Надо Вернуть А Если Вы Ничего Не Можете Заплатить Некто Купил Его Как Раба То Если Раб Пытался Украсть То Платит Хозяин За Воровство Своего Раба Хорошо Восьмой стих Шестой Если Появится Огонь И Охватит Терн И Выжит Копны Или Жатву Или Поле То Должен Заплатить Кто Произвел Сей Пожар If A Man Gives His Neighbor Silver Or Goods For Safe Keeping And They Are Stolen From The Neighbor's House The Thief He Is Caught Must Pay Back Double But If The Thief Is Not Found The Owner Of The House Must Appear Before The Judges Если Кто Отдаст Ближнему На Сохранение Серебро Или Вещи И Не Украдены Будут Из Дома Его То Если Найдется Вор Пусть Он Заплатит Вдвое А А если Не Найдется Вор Пусть Хозяин Дома Придет Перед Судей И Поклянется Что Не Простер Руки Своей На Собственность Ближнего Своего А Всякой Вещи Спорной А Валели А Босле Об Овце Об Одежде А Всякой Вещи Потерянной О которой Кто Нибудь Скажет Что Она Его Дело Обои Должно Быть Доведено До Судей Если Человек Дал Своему Соседу Что-то На Подержание Он Хочет Ну Чтобы Его Владение Было Покрыто А Ну Понятно То есть Хозяин Относится К этому Как Своей Собственности И Он Хранит Ее Да А То есть Спрятал То есть Как бы Украл Если Кто-то Хозяин Которому Дали Вещь На Хранение Да Он Решил Сделать Это Свою Собственностью Взял Ее Спрятал Что Происходит Он Говорит Ты знаешь У меня Эту Вещь Украли Но Если Вора Не Найдут Вы Не Знаете Не Украл Ли Это Хозяин Что Делать Ага Тут Сверхъестественная Способность Духа Включается Нет Очевидности Кто Сделал Неправильно Вы Идете К Судьям И Судьи Принимают Решение Кто Сделал Неправильно Таким же Образом Если Двое Спорят За что-то И у них Нет Возможности Это Доказать Они Идут К Судьям Хорошо Когда Вы Идете К Судьям Вы Клянетесь Вы Клянетесь Это Значит Это Это И у Судьи Есть Власть Ага И Судьи Бросают Жребий И В древнем Израиле Это Работало Как Урим И Тумим У первого Священника То есть Был Камень Который Означал Да И Был Камень Который Означал Нет Вы Можете В пятой Главе Чисел Прочитать Такой Особый Случай Если Чья-то Жена Кто-то Думает Что его Жена Изменила Ему А жена Говорит Я не Изменяла Она Пьет Воду С пола В Скини А Ее А Ее Ноги Они Опухают Она Заболевает И Тогда Считается Что Она Виновата Не Заболела Не Виновата Ордил Ага Испытание Жребием То Есть Очень Смешно Но Это Правда Один Из Испытаний На Западе Одним Из Испытаний Ведем Было Вот Что То Едем Нужно Было Казнить Было Такое Испытание Женщину Сажали На Стул Это Трудно Поверить Сажали Ведьму На стул На Вот Такую Весы Что Ли Вроде Этого Видите Ведьма У нее Такой Колпак Странный Да Вот Сидит Она На Стуле Вот И вот А Вода Была То Ее Сажали На Стул И Поднимали Вот Эту Часть Доски Она Погружалась Под Воду Там Ее Долго Держали Если Она Умирала Она Не Была Ведьмой А Если Оставалась Живой То Ее После Этого Необходимо Было Сжечь На Костре Кто Слышал О Таком Методе Испытания То Есте Это Была Правда Так Делали Но В чем Проблема Была Такое Испытание Те Кто Испытывал Ведьм Таким Образом Они Не Видели Проблемы Одной Удивительно Кто Думает Что Это Справедливый Испытание Справедливый А А You Mean Just Test Дело В том Что Кто Думает Что Это Справедливый И Справедливый Тест Испытание Кто Так Думает Кому Нравится Такое Испытание Looking Like Nobody В Торе Этого Теста Нет Правильно Итак Давайте Посмотрим Десятый Стих Если кто Отдаст Ближнему Ближнему Своему Осла Или Вала Или Овцу Или Какой Другой Скот На Сбережение А он Умрет Или Будет Поврежден Или Уведен Так что Никто Сего Не Увидит Клятва Перед Господом Да Будет Между Обоими В том Что Взявший Не Приски Своей На Собственность Ближнего Своего И Хозяин Должен Принять А Тот Не Будет Платить В вопросе Животных Данных На Хранение Если Они Умирают Если Тот Кто Взялся Последить За Животным Клянется Потому Что Бог Требует От Него Сверхъестественно Тот Разрешает Вопрос То есть Если Человек Поклялся Что Я Ничего Плохого Животному Не делал Или что Не простер Руки Своей На Собственность Ближнего Моего Он Поклялся То Таким Образом Вопрос Решался С другой Стороны Если Кто-то Занял Животное И Хотел Попользоваться Им Для Каких-то Работ То Если Животное Получило Повреждение Если Чем-то Оно Было Повреждено То Этот Человек Должен Восполнить Ущерб Потому Что Он Занял Это Животное Для Собственной Пользы То То есть Его Он Не Был Заставлен То Есть Животное Не Было Дано Просто На Хранение А Животное Было Дано Для Того Чтобы Человек Взял Его Попользоваться Вспахать На нем Что-нибудь Наверное На седьмой Километр Съездить Например То есть Животное Не просто Попросили Слушай Пусть Тебя Мой Осел Постоит Пару Дней Пока Я По делам Куда-то Пойду Или Буду Занят Или Я Болею А Животное Взяли Чтобы Воспользоваться Вот Поехать Например На седьмой Километр Вот То И оно Например Умерло Там Или Пропало То Тогда Человек Должен Заплатить И Тут Еще Есть Важные Законы